Приветствую вас, друзья, на моем канале Валентина Синема 2. Заходим на CoinMarketCap, смотрим график биткоин. Весь такой зеленый, и на 19 февраля 2022 года цена биткоина была $42,586. А вот графику монеты Prism, конечно же, так себе. И стоил Prism 19 февраля 2022 года 0,00289 центов. Именно по этой цене в этот день я прикупила на 610 долларов 211 тысяч монет Prism, а не монеты биткоина. Вывела Prism на свои 2 личных кошелька, поставила в холд период на 450 дней по 105,5 тысяч монет в каждом. На 439 день уже в сутки каждым кошельком добывалось около 790 монет. За весь период холда напароманилось на каждом кошельке почти по 86 850 монет. А на 440 день, 24 мая 2023 года, оба кошелька вошли в красную зону. Добыча монет резко снизилась до 176 монет в сутки. Продержала я эти 2 кошелька в красной зоне еще до 19 июня. И за это время на этих кошельках было добыто почти по 92 тысячи монет в каждом. Сделав исходящую транзакцию по одной монетке из этих кошельков на транзитный, и на парамайненные монеты тут же с парамайнинга перевелись на общий баланс. И теперь в каждом кошельке на балансе в среднем отображается уже по 195 400 монет. Общий их баланс составляет уже не 211 тысяч монет, а 390 тысяч 807. В битке, как мы с вами понимаем, монеты, которые лежат в доверительном управлении на бирже, в количестве не растут. Если вы, конечно, не профессиональный трейдер и не сидите сутками напролет, чтобы каждый день продать дороже, чем купили. Поэтому каждый, у кого есть монеты битка, сидит и молится, чтобы вырос курс для того, чтобы заработать. А курс у битка на 22 июня 2023 года – аж 30 093 доллара. А что случилось? И монет не прибавилось. И курс за 1 год и 3 месяца просел аж на 12 500 долларов. Пролет полный. Хоть и график светофорно-зелененький на сегодня, зато у призм все стабильно. Красно-зелено. Курс 0,00325 центов. Это ж надо. Монет прибавилось почти на 90% и курс чуть-чуть, но подрос. Айда призм. Утер нос тем, кто смотрит на график и видит фигу. Если посмотреть на курс биткоина не за 1 год, а за все время, то видно, что только через 3 года после запуска первого блока к 2011 году цена над биткоин выросла всего до 6 центов. И только к декабрю 2017 года поднялось почти до 20 000 долларов. Пик до 64 500 долларов был 14 ноября 2021 года. И с марта 2022 года, когда курс был 47 000 долларов, он выше 30 000 долларов не поднимался. Если посмотреть на график призм не за 1 месяц, а за год, то мы видим, что график у этой монеты не такой уже и красный. А если посмотреть график за все время, то можно наблюдать немного другую картину. При запуске блокчейна монеты призм продавали с парамайнинга по цене чуть выше 1 доллара. Зеленая свеча, которую вы видите в 2017 году, это ошибка одного человека, который по неопытности купил монет на 1000 долларов. Ведь монета была тогда залезтина на единственной бирже BTC Alpha и на ней торговали единицы. После июля в 2018 году, когда был перезапуск ноды, пошел спад на спрос монеты из-за страха. И это естественный процесс. И вот уже на протяжении 3 лет монета себя зарекомендовала практически как стейблкоин. Ценовой график ровный, с незначительными качелями, и это хороший знак, указывающий на стабильность. Я вывела на парамайненные монеты с этих кошельков. А тело по 109 999 монет оставила на следующий круг. И вот уже видим, что эти 2 кошелька стоят в холде около 3 часов. Он подключился автоматически, сразу же после вывода монет. Считаем. Общий баланс на обоих кошельках 390 807. Минус 219 998 монет. Это то, что я оставила на второй круг. То есть по 109 999 монет на обоих кошельках. Это самый максимально выгодный баланс для холд статуса. И чистой прибыли в монетах получается 170 809 монет. Эти 2 кошелька через следующие 450 дней принесут мне почти такую же прибыль в монетах. Зайдем на биржу и вставим продать 170 800 монет. То есть только на парамайненные монеты. По цене 0,00325. Получим 555 уже чистой прибыли в долларах. А если вставить все и на парамайненные монеты и то, что было куплено, то есть 390 807 монет, то получилось бы 1270 долларов. Но в призм так поступать невыгодно. В призм выгодно за счет на парамайненных монет увеличивать количество кошельков. Еще 2 месяца назад у меня было всего 27 поржащих личных кошелька в ноде, а сейчас уже 35. Вот в чате призм кто-то выставил скрин, в котором мы видим 51 кошелек с балансами до 109 999 монет. А также за счет на парамайненных монет очень выгодно получать скидку на товары и услуги. Уже сейчас, благодаря монете призм, вы можете получать 20% скидку в таких магазинах, как Магнит и ДНС, заправлять свои автомобили и заказывать еду через приложение Яндекс.Такси, купить, например, компьютер с установленной нодой на Линекс и даже оплачивать ЖКХ с 20% скидкой. Под роликом я оставлю ссылку на эти ресурсы, которые находятся в мессенджере Телеграм. Надеюсь, я смогла донести до вас информацию о том, что парамайнить криптомонету призм в своих личных кошельках в ноде, которая скачана на ваш личный компьютер, без посредников и без доверительного управления, намного выгоднее и безопаснее, чем держать монеты того же биткоина в доверительном управлении у хозяев бирж и лелеять себя надеждой, что когда-нибудь курс на биток вырастет. На этом у меня все. Всем удачи! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, пишите отзывы в комментариях. С вами была Валентина Синема 2.